Здравствуй, Брест! Здравствуйте, Брещане! Сегодня мы празднуем День Победы, 9 мая. С праздником всех нас! Сегодня великий праздник для нашего народа и всей белорусской земли. 76 лет назад прозвучало долгожданное слово «Победа». Оно прокатилось по всему миру праздничными салютами, вошло в каждый дом, в каждую семью слезами радости. Эта священная дата стала символом гордости и славы, мужества и отваги, неразрывного единства и сплоченности наших людей. Никто не забыт и ничто не забыто, говорят Брещане. И каждый год 9 мая тысячи людей, жители приграничного Бреста и его гостей, идут в священную цитадель, Брестскую крепость-герой, чтобы преклонить головы и почтить память павших в Великой Отечественной войне. В Бресте, где был заложен первый кирпичик Победы, сегодня проходит торжественное шествие. Смотрите, какая колонна движется с центральной площади. Одетые с иголочки, подтянутые вонослужащие Брестского гарнизона шли стройными рядами, чеканя шаг. Не отставая от бравых солдат, стараясь соблюдать выправку в колонне, двигались брещане и гости областного центра. Рядом с ними шли студенты, неся стометровый белорусский государственный флаг. Но впереди колонны всей ветераны Великой Отечественной войны, легендарные людям. Честь, почет и уважение им. Я рада, что я живу в этой стране. Я жила до войны здесь, на улице Чкалова. Это город был, одноэтажные домики, хилые, разбросанные и так далее. А сейчас вот удивляюсь, какой красивый город, какая замечательная наша Беларусь. День Победы для нас единственный праздник в году, который надо праздновать всем. Для вас это праздник со слезами на глазах? Да. Я праздник встретил на втором курсе института в 2 часа ночи в Москве. Когда объявили, вся Москва как муравейник. Выскочили все на улице. Да, наши ветераны помнят не только день, когда мир в буквальном смысле вздрогнул от ужаса. Они помнят, как сегодня все те страшные события войны. Но еще ярче в их памяти оставил след День Победы. Путь к ней был долгим и тяжелым. Участники боевых действий пережили 1418 дней ночей этой ужасной войны. На долю народа выпали такие невероятные испытания, мучения и потрясения, которые сегодня невозможно вообразить. Время объективны свидетели. Чем дальше от нас становятся события тех лет, тем больше осознается масштаб трагедии и важность победы. И это ценят не только взрослые, но и дети. Бабушка у меня была на войне 21-го года рождения. Партизана. Уже ее нету. Но мы всегда празднуем, приходим в крепость. Почтить память погибших. И детей учим. Чтобы они знали праздник, да? День Победы. День Победы и праздник мая. Небе, солнышко, сутла. Одевают ветераны. Воевел динат. Грустный праздник. Мы помним о своих дедах и бабушках. Воевали и наша тоже. Привела младшую дочку. Старшая участвует в параде. В шествии она у нас кадет. Поэтому дань памяти. Мы всегда на 9 мая здесь. Значит, очень многое. Потому что мир над головами. Это очень важно. А так как сейчас подрастающее поколение, нужно им еще объяснить, как это, что это было. Хотя они очень маленькие. Но все равно спрашивают. Стараемся как-то объяснять. Солдаты 40-х не жалели жизни ради свободы, ради мирного будущего, ради каждого из нас. Сегодня все они на пьедестале грандиозной Победы. Ради нее они воевали и трудились. Прошли жертвенный путь нечеловеческих испытаний. Незгибаемые твердыни стояли в пекле сражений. И как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, 9 мая – День Победы. Остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным. Но в то же время и светлым праздником. Встречаем с чувством радости, с чувством памяти, подвига наших предков, победивших в Великой Отечественной войне ценой многочисленных жизней, ценой страданий и разрушений и белорусского, и российского, и других народов, входивших в состав Советского Союза, принявших участие в войне. Ну и радуемся мирному небу над головой, радуемся свободной независимой Беларуси, радуемся празднику, радуемся солнцу, радуемся пению птиц. В первую очередь, конечно, вспоминаем наших дедушек, которые пролили кровь за нашу землю, за наше будущее, за наше счастье, за нашу свободу. И переполняет, конечно, чувство радости, чувство умиротворения, что собралось столько народу, что мы празднуем, что мы вместе, мы едины. Спасибо, спасибо за победу, наши дорогие дедушки. Не бывает настоящего, будущего без памяти о прошлом. Покуда мы помним, мы живем. У меня мой отец тоже прошел сам русский, с-под Курска. Войну начал чуть ли не с первых дней. Дошел сюда до Бреста, остался на пограничной заставе, был старшиной заставы. Вот закончилась война его здесь. Так здесь и остался. Женился, вот я. Ну, так распорядилась, говоря, судьба, что теперь я не в Бресте живу, а в Гомеле. Но сюда приезжала уже на могилке родители, поэтому, ну, это долг, понимаете, это великая наша память. Это, ну, так и должно быть. Так и должно быть. И эта неразрывная нить будет существовать до тех пор, пока есть историческая память. Ведь и сегодня святая победа согревает сердца людей не меньше, чем 76 лет назад. Более 30 тысяч человек пришли поклониться в этот день земле священной цитадели. В Бресте чтят память о тех, кто, не жалея собственной жизни, шел в бой, кто добывал победу. 9 мая – наш главный праздник, потому что без него не было бы и всех нас. Сколько людей, какое прекрасное у всех настроение. Кажется, здесь, у входа в мемориал Брестская крепость-герой, собрался весь Брест. Это дань уважения, благодарности и памяти тем, кто ценой своей жизни подарил нам возможность жить в свободной стране. Растить детей и строить планы на будущее. Они, солдаты 40-х, погибали на полях сражений, от пыток в плену, умирали от ранений или болезней после окончания этой страшной войны. О ком-то из них слагают легенды. Кто-то пропал без вести и до сих пор о нем нет никакой информации. Но не найдешь ни одной из семьи, в которой не хранили бы память об ушедших бойцах. Настанет день, и последний солдат Великой Отечественной войны уйдет вечность. Кого мы будем обнимать, дарить цветы, благодарить? Кого будут помнить наши дети? Чтобы никогда не прерывалась живая связь времен о павших бойцах, мы несем их портреты победным строем. Пусть все видят и все помнят. Беларусь помнит. Мы помним фронтовиков, солдат Красной Армии, разведчиков и артиллеристов, летчиков и танкистов, пехотинцев, связистов, моряков и медсестер. Их уже нет с нами. Но они живы в воспоминаниях своих детей, внуков и правнуков. И сегодня, точно так же, как и в тот памятный, радостный и незабываемый день 9 мая 1945 года, они незримо идут вместе с тысячами людей в одном строю. Почему вы сегодня пришли в Брестскую крепость? Я сегодня пришел почтить память своего деда, который дошел до Кенигсберга, также брал он в Варшаву, был удостоен звания лейтенанта и награжден был медалью за отвагу. А что лично для вас значит этот праздник? Это единая победа, ради которой мы живем. Что вы чувствуете сегодня, когда идете в этом большом строю едином? Ну, знаете, чувство такой необычной гордости за то, что люди чтят память о своих отцах. Вот я одницу, мать мою имя обоевала, впереди у меня там сын и трое внуков. И все участвуем в этом мероприятии. И мы воспитываем, чтобы они помнили. У каждого в этом едином людском потоке своя история о войне. А может и не одна. Здесь воедино слились человеческие судьбы, по которым война проехала гусеницами танков, прошлась шрапнелью и обстрелами. Здесь в строю бессмертного полка тысячи героев, победителей. Тех, благодаря кому сегодня мы собрались на священной земле Брестской крепости. И Новый год мы празднуем, и Пасху мы празднуем. Но 9 мая это святой день для всех брещан. И не прийти в Брестскую крепость, ну не знаю, я бы сам себе не простил. Это мои папа и мама. Они оба воевали. Ну, отец был артиллерист. Он окончил артиллерийское училище. Воевал, получил, 19-летним пацаном получил орден Красной Звезды. А мама в 16 лет, бросив школу, ушла санитаркой в городе Тамбове. А потом, когда пошло наступление, она уже записалась, в 18 лет исполнилось. Она пошла добровольцем и в полевом госпитале прошла до конца войны и встретила победу в Чехословакии. Мы здесь, потому что Великая Победа – это наше общее дело. И на фотографии мой дедушка Дашевич Герасим Васильевич, который дошел до Берлина, но, к сожалению, был ранен. Поэтому еще 9 месяцев лечился в госпитале. И мы должны помнить, память должна о героях быть вечная. Мы пришли, чтобы почтить память наших дедушек, прадедушек для детей, которые воевали во время войны, защищали нашу страну и добились мира для нас. Мы счастливы, что мы сейчас можем идти улыбаться, кричать «Ура!», радоваться жизни. Спасибо им. Очень трогательные чувства вызывает эта вот наша акция. И пускай эти фотографии потемнели и пожелтели от времени, но с них на нас, поколение 21 века, смотрят те, кто отдал самый дорогой и ценный дар – свою жизнь. За товарищей, за Родину, за Великую Победу, за будущее поколение, за нас с вами. Мы пришли с детьми почтить память наших дедов, прадедов, ну, чтобы помнили. Ведь говорят, что все-таки мы уже последние, кто поколение ветеранов наших видит, знает, помнит. Поэтому, ну, если мы не придем, то кто уже придет почтить память? Только мы. Поэтому, чтобы не было войны, поэтому мы каждый год и приходим. Это плакат. Здесь участники Брестской крепости, азербайджанцы по национальности, которые служили. И еще я представляю Общественное объединение ветеранов морской пехоты Беларуси. То есть две организации сразу представляю. Чувствую гордость за Беларусь. Желаю беларусам мира. Уханов Николай Александрович партизанил на Брянских лесах. Он был награжден. Действительно, сделал очень много для того, чтобы быстрее ускорить нашу победу. И, конечно же, мне, как человеку, тоже хочется, чтобы он прошелся по Брестской крепости с нами мысленно и почувствовал, что День Победы есть в нашей стране, что память и историческая память хранится, что ищут и уважают. Это очень важно. Это очень важно для молодежи. Мы видим, что в колонии нашей Беларусь помнит, шли молодые люди, шли кадеты, шли с портретами и защитников Брестской крепости. Каждый шел со своим родственником. В семейных альбомах и в наших сердцах хранится память о героях. А это главное. И значит, связь поколений не прервется. И подвиг героев-освободителей не будет забыт. Мы помним о солдатах Великой войны. Мы будем помнить. Помнит о каждом защитнике Отечества Беларусь. Сегодня осталось так мало людей, кому мы лично можем сказать спасибо за подвиг. Память о тех, кто погиб во имя общей победы и по сей день живет в сердцах беларусов, которые делают все для того, чтобы никто не был забыт. Никто не забыт. Имена тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу, независимость и честь нашей Родины, будут жить в нашей памяти всегда. Все предпраздничные дни весь город с песней, стихами, подарками и оркестром поздравлял каждого ветерана. Искреннее поздравление от администрации Ленинского района принимал ветеран Великой Отечественной войны Петр Миронович Светкин. Он пережил все тяготы войны в 17-летнем возрасте. Собирал для фронта снаряды на заводе, а позже освобождал Китай от японских империалистов. Сейчас он жив, рядом с ним его супруга Алла Александровна. И для них в этот день играет оркестр военной части 55-26 очень знаковую композицию «День Победы». Великой Отечественной войны участник Курской битвы Константин Максимович Кругликов. В 22-й средней школе подрастающее поколение песней, танцами и стихами поздравили 97-летнего героя Константина Максимовича Кругликова. Он настоящий боевой ветеран, разведчик 336-го полка 5-й стрелковой дивизии 3-й армии Брянского фронта. Участвовал в битвах на Курской дуке и Восточной Пруссии. Он не сдался, он победил. Не остался без внимания и Василий Федорович Спасов. Через множество тягот и лишений ему пришлось пройти в свои 16 лет. Жил под оккупацией, пережил несколько ранений. После одного из них под Кёнигсбергом попал в госпиталь, расположенный в Каунасе. Там и встретил победу. Тяжелая юность отразилась на его здоровье, но он по-прежнему в строю. Ему было очень приятно слышать искренние слова благодарности. Особенно от детей. Звуки оркестра, красные розы, множество душевных слов благодарности в прозе и стихах услышала в свой адрес Таисия Михайловна Козырь-Павловская. 13-летней девчонкой участвовала в партизанском движении. Война одним за другим забирала родных и близких, но даже горькие и тяжелые испытания не смогли сломить ее. И сегодня на вопрос о том, какой главный вывод она сделала из своей жизни, отвечает так. Мне главное хотелось бы, чтобы дети наши, внуки, правнуки не увидели войну, не столкнулись с войной. Война – это глубокий след в сердце. Дом ветерана Владимира Мироновича Романенкова заполнился гостями. Его поздравляли песни и вручали подарки представителей Ленинской администрации и коллеги, которые горды, что имели честь поработать именно с ним, с человеком с большой буквы. Владимир Миронович – артиллерист, участвовал в боевых действиях на Третьем Белорусском и Первом Украинском фронтах. Участвовал в освобождении Польши, брал Берлин, был ранен, но выжил. Остался отличным человеком и желает всем одного – быть здоровыми. Главное – бережите здоровье. Без здоровья никуда. Видите, как надо жить, жить, надо веселиться, надо крепиться, надо восцветать молодое поколение. Вот какая наша задача – восцветание молодых людей, чтобы они были божественными, чтобы они были героями нашей Белоруссии. Всего вам доброго, спасибо вам за все, что вы молодцы, что вы так хорошо отнеслись к ветеранам великой страны. Они остаются в нашей памяти истинными героями на все века. Чему мы можем поучиться у ветеранов, так это любви к жизни и огромному искреннему желанию еще и еще жить дальше. В Брестской крепости настоящая, на мгновение кажущаяся бесконечной людская река. Кажется, что воздух наэлектризован, а люди, пришедшие сюда сегодня, абсолютно чужие, незнакомые друг с другом, в одной части становятся одним сплошным механизмом – механизмом памяти и мужества. Это доказывает, что несмотря на то, что весна 1945 года все дальше уходит годами в прошлое, Великая Победа, Великого Народа имеет огромное историческое значение для нашей Родины. Колонна с участниками акции «Беларусь помнит» идет на площадь мемориалов. Священная цитадель, Брестская крепость-герой, сердце Бреста. Здесь, по традиции, проходят самые важные события. Здесь всегда говорят о победе, о победителях. Вопрос, почему, никто даже не сдает. Каждый знает, именно здесь началась война. Солдаты Брестской крепости первыми приняли удар гитлеровских войск. Здесь сражались до последнего патрона, оставляя потомкам на стенах цитадели надписи, от которых и сегодня перехватывает дыхание. Это был первый, но такой важный, вклад в победу. Сегодня ветераны со слезами радости на глазах встречают друг друга. Поздравляют, вспоминают ушедших однополчан и друзей. Сейчас, в связи с праздником, мы с радостью на глазах, слезы радости на глазах, в связи с этим праздником. Вот так мы встречаем праздник. Когда был Советский Союз, мы очень часто встречались. Наша 3-я армия имела совет ветеранов 3-й армии, а 5-я дивизия тоже имела свой совет ветеранов. Они очень хорошо работали, всегда имели связь с теми городами, по которым мы проходили, и мы всегда встречались. Сегодня говорили слова искренней благодарности всем, и ушедшим, и ныне живущим ветеранам. Добрые слова высказал героем войны и глава региона Юрий Шулейко. Он пожал руку каждому седовласому герою, поблагодарил за мирное небо над головой. Начало торжественного митинга было ознаменовано моментом выноса государственного флага Республики Беларусь и знаменем Брестской крепости героя. Все дальше от нас Великая Отечественная война. Все больше обрастает легенда имена героев боевых сражений, все меньше становится среди нас ветеранов. Но память благодарных потомков нисколько не убавляется. Годы отдаляют события, но неблагодарность живущих сегодня. Представители вертикали власти, депутатского корпуса, общественных организаций, объединений, военные, молодежь, все они приняли участие в торжественной церемонии, возложили цветы к Вечному огню. Молчаливое мы помним у Вечного огня в честь тех, кто не дожил до Победы, но очень верил и надеялся, что наступит новый мирный день. Солдаты Победы, ушедшие в вечность, были и остаются в нашей памяти. Наше поколение должно бережно хранить историю о подвиге наших отцов, дедов, предков. Все меньше остается свидетелей тех страшных событий сороковых, но память о них не уйдет никогда. Ведь истории этих людей тесно переплетены с историями наших семей. Не стало исключением и семья председателя Брестского облсполкома Юрия Шулейко, где тоже есть место героям. Говорит сегодня о войне, в стенах Брестской крепости, это, наверное, самое трепетное для меня интервью, которое можно сегодня сказать о том прошлом, где мои родственники, мои дедушки, так получилось, что я одного дедушка так и не увидел, он вернулся с войны, но долго еще, так сказать, поднимал нашу страну. Я его не увидел. Остальные остались живы, пришли с орденами, с медалями, долго воспитывали меня, как маленького, так сказать, внука. Конечно, они отвоевали и прошли. Один из дедов к меня дошел практически до Берлина. Те люди, которые сегодня пришли в этот солнечный день с чистым настроением, с духом, с нашей символикой республиканской, с чистой улыбкой и добрыми словами, это говорит о том, что у нас есть страна. То, что Беларусь действительно сегодня помнит то поколение, которое дало свободу, дало честь и зависимость в дальнейшем нашей стране. Беларусь помнит. Бои и победные залпы Великой Отечественной отгремели 76 лет назад. Сегодня на праздничные мероприятия люди шли с хорошим настроением, добавляла улыбок и погода. Торжественное шествие воинских подразделений Брестского гарнизона стало заключительным аккордом митинга. На марше парадный расчет Государственного учреждения образования Университет гражданской защиты МЧС Беларуси. 30 тысяч людей в одночасье смогли ощутить гордость, замужество и самоотверженность нашего народа. Скорб о тех, кто не вернулся, жестоких и праведных сражений. Победа в Великой Отечественной войне, подвиг и слава нашего народа. Мы в Бресте проводим много мероприятий, массовых мероприятий. И все-таки самое массовое, самое душевное мероприятие, самое яркое, солнечное мероприятие – это День Победы. Вероятно, сам Бог видит, что именно здесь зарождалась эта Победа. И мы, брещане, чтим память о тех людях, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы могли жить сегодня в красивом городе, в суверенной, красивой стране. И я думаю, что еще долгие-долгие десятилетия, если не сотни лет, этот праздник будет любимым праздником брещан и всех белорусов. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех жителей города с наступившей весной. Именно 9 мая, по сути дела, наступила настоящая весна. Пожелаю всем крепкого здоровья, удачи и помнить о том, что мы в ответе за историческую память, мы в ответе за развитие нашего города и процветающий Брест. Я неоднократно об этом говорил. Это лучшее наше, лучшее проявление памяти о ветеранах. Именно чтобы Брест стал символом этой великой победы, символом такого замечательного состояния, как Победа. И, естественно, Побед городу Бресту и Брещанам во всем. В спорте, в экономике, в тех современных вызовах, которые сейчас мы сталкиваемся. Я глубоко уверен, что, опять же повторюсь, лучше Бреста нету места. Это наша общая победа всех с великим светлым праздником. День Победы – наш главный праздник. Праздник со слезами на глазах. Праздник, который объединяет наследников настоящих героев. День Победы – это праздник, который имеет огромное значение для всех нас. Каждый год, 9 мая, наши сердца переполняют гордость, радость и в то же время горесть и скорбь. Но больше все же в этом празднике света и надежды на то, что небо над нашими головами всегда будет мирным. Поздравляем Брещан с праздником Победы. Желаем здоровья всем и мирного неба над головой. Всех с Днем Победы. Победа была, далась нашим дедам тяжело, но благодаря им солнце светит, мы гуляем. Да, мы помним, гордимся и сегодня пришли праздновать вместе со всеми. Поздравляем всех Брещан, всех жителей Беларуси. И вообще всех с праздником Днем Победы. Мы желаем помнить этот праздник, никогда не забывать его, рассказывать об этом детям, чтобы они, помня, берегли историю и жили. Я только желаю мира, согласия и мира. И не зря у нас сейчас год единства, единения. Вот мы должны общаться и вот так вот единую строим идти и строить наше дальнейшее будущее. Поздравляю абсолютно всех, причастных, непричастных, находящихся на нашей территории, за пределами Республики Беларусь. С Великим Праздником. Помните, люди, чтите, какой ценой была достигнута эта победа. Дедушки и бабушки, с праздником вас. Дорогие ветераны, поздравляем вас с Днем Победы. Счастья вам, здоровья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего. Дорогие наши ветераны, поздравляем вас с Днем Великой Победы. Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась эта победа. Поэтому не устанем благодарить вас и желать радости, благополучия, долгоденствия. Будьте здоровы, крепки, ведь вы подарили нам будущее на свободной земле. Дорогие брещане, Великий День Победы оставил отпечаток на века. Доблесть, честь, отвага, терпение, любовь и верность. Эти качества проявили когда-то нынешние ветераны, чтобы защитить Родину. Эти качества я желаю всем, кто помнит, чтет и празднует этот Великий День. Пусть вокруг процветает мир, спокойствие, дружба и единство. Пусть никогда не будет войн, потерь и слез. Добро всегда побеждает все злое и царит счастливое время, полное улыбок и смеха. Мы поздравляем Возбрещание с мирным небом, с пением птиц и ароматом цветов, с детским смехом и счастьем быть свободными. Мы поздравляем вас с тем, что много лет назад наш народ совершил подвиг, преодолел войну ради жизни и ее продолжения. С праздником вас! С Днем Победы! С Днем Победы!